Девушки отдыхают Угроза для популяции Но это еще не все испытания, которые река приготовила для крокодилов Русла рек меняются, уровень воды колеблется Крокодилы, способные приноровиться к дикому нраву реки, становятся сверххищниками Африка. Убийцы с фантазией. Смертельная переправа Их количество изумляет Более миллиона антилоп гну и тысячи зебр устремляются на поиски еды и воды Их путь оставляет неизгладимые следы на ландшафте Это великое путешествие по Восточной Африке Миграция через территории Кении и Танзании Крюк почти в тысячу километров На своем пути стада животных пересекают две великие реки У крокодилов будет всего один месяц, чтобы воспользоваться щедрой возможностью Затем миграция пройдет Следующую придется ждать еще один год У каждой реки свой характер Грумети узкая, неспешная и переменчивая В этом она похожа на хамелеона Она меняется вместе со временами года И за каждой ее излученной таятся сюрпризы Охотиться здесь непросто Крокодилы должны быть настойчивыми и ловкими Только так они могут овладеть охотничьими стратегиями, которые пригодятся на разных участках реки Река Мара совсем иная Здесь живет местная элита Быстрая глубокая река с крутыми берегами, ровная на протяжении всей своей длины Где бы антилопы гну не пересекали эту реку, условия одинаковы Крокодилы-мары – специалисты по глубоководью Но покуда не пришли стада, здесь царит спокойствие Они приближаются И каждый крокодил это знает Река Грумети Несколько молодых крокодилов отдыхают на пляже Солнечные ванны поправляют здоровье, хорошо влияют на кровь На самом деле, кровь у крокодилов не холодная Ее средняя температура – 30-33 градуса по Цельсию Вот только поддерживается она за счет внешней среды Греться на солнце и купаться – привычные занятия для крокодилов Сейчас мирному утру придет конец Это доминантный самец в группе Будем звать его ДС Он крупнее, злее и быстрее остальных Если он хочет побыть один, лучше подчиниться и не давать ему повода демонстрировать свою силу Иерархия крокодилов проста Чем больше, тем лучше На этом участке реки у ДСа нет конкурентов И все же ДС тратит массу времени и энергии, чтобы защитить свой титул Его стратегия очень предусмотрительна Он заранее избавляется от соперников И снижает накал страстей в борьбе за пищу Агрессия – единственный язык, понятный его соперникам Жизнь бойца сказалась на облике ДСа Постоянные схватки не дают затянуться открытой ранее на рыле Но ДС, кажется, и не замечает рану Словно она символ его власти Соперник поднял голову Это жест подчинения ДС утихает Иерархия очень важна Ведь благодатные времена длятся недолго Точную дату миграции предсказать нельзя Год от года все решительно меняется И все же причина ее остается прежней Трава А стадам нужно много травы Стадо антилоп Гну ежедневно поедает 7000 тонн травы Они любят короткую траву Ею богаты южные края Однако наступает сезон засухи Дожди движутся на север За ними в поисках свежих зеленых побегов Следуют антилопы Гну Одна естественная потребность гонит животных вперед А другая вынуждает столкнуться с величайшей опасностью Многотысячный хор прорезает тишину Антилопы Гну дошли до Грумете Они 10 часов шли без остановок Сейчас у них на уме только одно Вода Они жаждут ее живительной сладости И все же медлят Вдоль всей Грумете животные ведут себя одинаково Антилопы несутся к берегу реки И затем замирают Стадный инстинкт чует опасность Их цель пересечь реку И добраться до плодородных пастбищ Но если они не утолят жажду То рискуют погибнуть в пути Омут Идеальное место для засады Крокодилам нетрудно спрятаться на полутораметровой глубине На атаку прямо из воды у них уходит полсекунды Но антилопы Гну быстрые и ловкие Они вполне могут отпрыгнуть Поэтому крокодилы держатся под водой И атакуют, когда их с антилопой разделяет лишь 3 сантиметра Внезапное нападение — их главное оружие Но и добыча — серьезный противник Взрослая антилопа Гну не уступает по весу взрослому крокодилу А копытами и рогами она может нанести серьезные травмы Рефлексы антилопы Гну молниеносные Даже когда крокодила не видно Крокодилы присматриваются к добыче Молодая самка решает напасть Она слишком напориста Чтобы отточить мастерство, нужны годы Молодым особям не хватает опыта и терпения Молодые крокодилы продолжают пробовать свои силы Но эти антилопы Гну им не по зубам Охота в омуте прошла неудачно Крокодилы нападают не вовремя Даже когда антилопы Гну облегчают им задачу Ниже по течению охотится ДС — доминантный самец Он действует в одиночку и только так Молодежи есть чему поучиться у старого мастера Шаг первый — изучи добычу Он знает, прежде чем прыгать, нужно смотреть Второй шаг — погрузись и жди Он не успел спрятаться, стадо разбежалось Придется сменить место охоты Он ушел недалеко Справа от него заводь Он проверяет, достаточно ли она глубока Последняя проверка перед погружением Теперь долгое ожидание ДС может оставаться под водой более часа, если потребуется Самое сложное — сохранять терпение Чем дольше он ждет, тем неосторожнее ведет себя добыча Зебры даже не подозревают, что прямо под ними крупнейший крокодил этой реки Прекрасный удар Челюсти захлопнулись, словно капкан Его укус сильнее укуса акулы ДС без труда затягивает 300-килограммовое животное Но омут недостаточно глубокий Крокодил не может просто утопить жертву Зебра отталкивается от речного дна Она атакует крокодила в самое больное место — глаза Зебра нашла опору в неглубоком дне омута И ДС вынужден ослабить хватку Даже опытные крокодилы терпят неудачу В 70 километрах к северу на реке Мара начинается совсем иная битва Глубина реки и ее крутые берега меняют все Добраться до воды можно только прыгнув вниз Менять решение на полпути поздно Это погружение в бездну Антилопы гну отдаются на милость водной среды Глубоководье для крокодилов — зона поражения На глубине и на поверхности правят здесь они Ширина зоны — 50 метров Глубина — 6 Вода снижает скорость и рефлексы антилоп гну Их предел — 10 километров в час Крокодил способен развить скорость до 32 километров в час Он волен выбирать любую цель Никакой борьбы Выбирай, топи, ешь Столпотворение для крокодилов — сигнал к действию Флотилия гигантов ждет Антилопам отступать некуда На глубоководье трудно дышать Высок риск утонуть, а паника заразительна Они сражаются не только с водой, но и с рельефом местности Число жертв пополняется из-за переломов ног и шеи Их единственная стратегия — давить числом А значит, кто-то должен погибнуть Тело у крокодилов приплюснутое И прекрасно подходит для водной стихии Благодаря мышцам хвоста Они развивают высокую скорость Ну а главное их преимущество — сокрушительные челюсти Не знающие равных в царстве животных Это не просто обед Это пиршество На середине реки жизнь превращается в смертельную лотерею Если пришел твой час, защищаться бессмысленно У крокодилов на реке Мара огромное преимущество Им достаточно держать пасть под водой Река сделает остальное Крокодилы сорвали большой куш Здесь можно убивать без труда Другие животные в стаде не могут помочь жертвам Выжившие спешат на противоположный берег Но и там нет спасения Крокодилы ждут отставших на изнурительной переправе После того, как жертва погибает, начинается совместное пиршество Только так можно сохранить тушу на глубоководье Часть крокодилов удерживает зебру на месте А другие вертятся, разрывая тушу на части Работая сообща, каждый добудет себе по куску Также вместе легче противостоять течению Лишние челюсти помогают удержать тушу Ужин длится недолго Через 40 минут от зебры не остается ничего Здесь никто не успевает проголодаться Потому что стадо все прибывает Сытые крокодилы греются в лучах солнца, чтобы ускорить пищеварение В реке Мара так много еды, что почти всем крокодилам Приходится выползать на берег для переваривания пищи Прежде чем вернуться за добавкой, нужно переварить первое блюдо А вот Дээсу в реке Грумете повезло не так сильно Он знает, что скоро антилопы пройдут Стадам гораздо легче пересечь Грумете Им помогает малая глубина и узость русел После недавнего провала Дээс подготовился и залег в ожидании Все решает один смельчак Большинство следует за ним Все силы и тысяч животных посвящены одной цели Пересечь реку В равных пропорциях стаду требуется храбрость и безумие Целеустремленность у антилопы гну в крови Эта черта необходима для выживания Особи всецело предаются моменту Об опасности думать некогда Плотно сбитое стадо напоминает гигантский организм Способные защититься от нападения Туда и направляется Дээс Чтобы набить брюхо, ему нужно придумать Как остановить этот живой поезд Отмель – трудное и опасное место для охоты Даже для опытного крокодила Переправа слишком узкая, всего 9 метров И времени мало Глубина – 80 сантиметров Поэтому Дээс не может спокойно погрузиться Антилопы гну бегут в плотной группе Со скоростью 50 километров в час Отделить одну особь невозможно Его план – заплыть в самую гущу И схватить добычу Антилопы пытаются пересечь реку Как можно быстрее Если Дээс подберется слишком близко Его задавят Стадо огромное Тысячи блюд на копытах Дээс надеется Ухватить хотя бы одно Он пытается разобраться в ситуации Но в неспокойной воде Трудно что-нибудь разглядеть А если крокодил показывается из воды Он выдает себя с головой Гну держится поодаль Под водой дела идут не лучше Обычно детеныш – легкая добыча Но Дээс почти ничего не видит Шанс упущен Когда стадо смыкает ряды Крокодил оказывается в опасности Его броня крепка Но в давке ему не выжить Попытка провалилась Антилопы Гну могут его задавить Это слишком опасно Он возвращается на исходное положение Смотрит и выжидает Он должен применить свое главное оружие Мозг И найти решение Атаковать напрямую Под правильным углом бессмысленно Напор стада слишком мощный И, кажется, не думает утихать Другой план Если не получается победить Присоединяйся Дээс решает двигаться вместе со стадом Атаковать в их темпе гораздо проще Опасность велика Но Дээс не сдается Он целый год ждал этого момента Как и все крокодилы Он охотится, пока стада пересекают его территорию Пирует, пока есть возможность Стада не обращает внимания на крики о помощи Одна жизнь принесена в жертву ради всеобщей безопасности Переправа через Грумети проходит быстро Промедлишь, и ты проиграл Один миг, и все кончено Но Дэээс успел как раз вовремя Обед готов Осталось лишь его удержать Хорошие новости разлетаются быстро Молодые особи тоже не успели насытиться Кровь в реке привлекает их, как пламя мотылька Все хотят полакомиться мясом К тому же рыба им давно наскучила Дэээс не собирается делиться Чтобы насытиться, ему нужно съесть 10 таких детенышей Но питаться в одиночку крокодилам непросто Приходится глотать пищу целиком Челюсти крокодила не движутся из стороны в сторону Поэтому они не могут разорвать еду на мелкие кусочки Дэээс попал в затруднительное положение С полным ртом ему не отбиться от молодняка А огромный кусок никак не лезет в горло Придется делиться, чтобы не остаться ни с чем Челюсти смыкаются и поворачиваются словно плоскогубцы Поворот вокруг своей оси Эффективный метод разделки добычи Дэээс стремится оставить себе как можно больше Но при его массе другим крокодилам Очень удобно отрывать куски добычи Благодаря совместным усилиям Дэээс смог перекусить Но и остальные тоже А это неправильно Столько трудов ради жалкой горстки еды За воровство нужно платить Он гонит их прочь С прибытием антилоп Гну Все приходит в движение У водопоя собралось еще одно крупное стадо Началась охота в омуте Дэээс готов Он должен подплыть незаметно На этот раз тактика изменилась Перед нападением он погружается в воду Подводное зрение у крокодилов развито не очень хорошо Поэтому Дэээс ориентируется по слуху и осязанию Пока что хитрая тактика себя оправдывает Эти антилопы Гну гораздо спокойнее предыдущих Удар приходит внезапно Образцовое нападение из засады Молодые крокодилы тут как тут Всплески на воде Приглашение на обед Здесь достаточно глубоко, чтобы утопить взрослую антилопу Дэээс удачно выбрал место Через две минуты все кончено В игру вступает молодняк Дэээс пытается утащить добычу вверх по течению Но его окружают Дэээс будет сражаться Как доминантный самец Он не собирается отдавать свою награду без боя Сопернику будет преподан урок Это демонстрация силы Но Дэээс недооценил молодняк Большой крокодил был лишь приманкой Но Дэээсу некогда горевать Его нос чует новую возможность Особые углубления на рыле Улавливают перемены в давлении воздуха Вибрация от ударов разносится по воде Каменистая переправа Для крокодила каменистая переправа Самое тяжкое испытание Дэээс хорошо заметен на глубине 30 сантиметров Но антилопы аккуратно ступают по камням Вот она возможность Тактика крокодила подобраться поближе Вызвать панику И затем схватить упавшую антилопу гну Он обратит опасность этой зоны Против своей добычи Но сначала нужно туда добраться А значит и ему придется карабкаться По острым камням Стадо антилоп пересекает реку Но вскоре поток прекратится Если крокодил сможет добраться до стада И вызвать панику У него появится шанс Но стадо его заметило Они меняют маршрут Неверное решение Теперь они оказались в ловушке Между скалой и корягами Бежать некуда Они мешают друг другу Именно это и нужно Дээсу Он умеет наблюдать и ждать Цель первой атаки Не поймать добычу А посеять хаос 500-килограммовый крокодил Нападает на стада Антилопы гну прыгают на камни Не думая о том, как приземлиться Такой паники он и добивался Напуганные антилопы допускают глупые ошибки В возникшей суматохе убивать легче Детеныш угодил прямо впасть к Дээсу Крокодил держит его за морду И без труда утопит даже на небольшой глубине С этим обедом он справится в одиночку Так он надеется В отличие от млекопитающих Рептилии не славятся выносливостью Молочная кислота быстро накапливается в их организме И от нее необходимо избавиться Дээс потратил все силы на атаку И расчленение жертвы На выведение токсинов из организма Потребуется не менее двух часов Пускай Дээс и альфа-самец Но сейчас он беззащитен, как детеныш Он не может пошевелиться Хорошо, что немногие рискнут на него напасть Плохо, что один из этих немногих здесь Бегемоты также живут в реках И свирепо сражаются за территорию Злой бегемот легко может убить крокодила Дээс лежит неподвижно К счастью, хозяин этого бассейна не против гостей Крокодилу повезло Река пересыхает И ему необходим участок с неизменным уровнем воды Быть может, друзьями они не станут Но взаимное безразличие тоже неплохо Сезон продолжается Грумети полностью пересыхает От некогда бурной реки осталось несколько водоемов С застоявшейся водой В большинстве из них крокодил не поместится Поэтому антилопы пьют без помехи Вскоре воды станет меньше А ее качество ухудшится И последние стада двинутся дальше Эти животные замыкают процессию Они последними посетят это русло На речном дне выступают Широкие участки сухой земли И пересечь Грумети становится безопаснее Крокодилы состязаются за воду Периодически им нужно погружаться Чтобы не перегреться Целый день под лучами солнца Верная смерть от солнечного удара А вот Дээсу для сравнения Очень повезло Он переехал к бегемоту И они по очереди принимают ванны Он бы и рад перекусить еще одной антилопой Пока не закончится сезон Но воды слишком мало И он не рискует сменить место охоты Ему остается только ждать И надеяться, что антилопы Решат напиться в его водоеме Прежде чем окно возможностей Закроется на целый год Разве он может что-то противопоставить Переменчивой погоде? Изменения здесь Единственное постоянство Река Мара Совсем иное зрелище Она течет неизменно и быстро Здесь антилопы гибнут тысячами Отвесные скалы и быстрое течение Куда опаснее крокодилов На берегах реки громоздятся до десяти тысяч туш Птицы не единственные падальщики И крокодилы не брезгуют гнилым мясом Крокодилы способны год прожить без еды Но здесь такие жертвы необязательны Река сама приносит пищу Грумети не дарит легкую добычу И ДСУ, чтобы запастись едой, нужно стараться Но надежда на то, что антилопы подойдут к пруду с бегемотом Призрачна Он заперт в стремительно пересыхающем водоеме Ждет и вдруг Звук надежды Последний шанс добыть еду Антилопы собираются на водопой АДС готовится к классической охоте в омуте Именно здесь он схватил того детеныша Это не горстка отставших Вслед за вожаками идет целое стадо Крокодил получает возможность поймать крупную добычу Не детеныша, а взрослого самца антилопы гну Он не думает о риске, только лишь о награде В суматохе антилопы сметают все на своем пути Но ДС держит крепко Он ранил антилопу и контролировать добычу стало легче Сезон засухи внес свои коррективы Водоем уже недостаточно глубок для быстрой охоты Но есть еще одна проблема Раздраженный шумом сосед весом в полторы тонны Каждое лишнее движение расходует силы и без того измученного крокодила К тому же под водой он лишен воздуха Он должен скорее утопить антилопу, чтобы его сосед наконец успокоился Пускай он вегетарианец, но злой бегемот Бегемот может перекусить крокодила напополам К счастью для крокодила, свою злость бегемот срывает на антилопе В пруду все снова спокойно АДС, благодаря неожиданному помощнику, запасся провизии на голодные месяцы Когда из почвы испаряются последние капли влаги А солнце перекрашивает траву в желтый Антилопы исчезают на горизонте На реках выцаряется тишина Река Мара оставила местным крокодилам достаточно пищи про запас Молодняк на реке Грумети, довольный украденной и разделенной добычей Приготовился к долгому ожиданию В этом году ДС тоже сохранил одну тушу про запас Огромный союзник помогает ее охранять На великих реках хищники, способные приноровиться к особенностям рельефа этой местности, процветают Переправа через Мару – легкая мишень для местных крокодилов А трудные переправы на реке Грумети требуют от доминантного самца и молодняка проявления изобретательности Через год стада вернутся, и тихие воды рек вновь станут местом ожесточенной битвы Программа озвучена на студии Велес Текст читал Борис Хасанов Текст читал Борис Хасанов Текст читал Борис Хасанов Нас есть shiftsка по в énormе Fill мнитий Текст читал Борис alguns